Такого в истории еще не было никогда. Но давайте поговорим, что же это такое, этот ядерный космический буксир. По поводу новости о том, что российские ученые нашли новый естественный природный антибиотик. Клешня, внутри которой установлена поверхность с точками камеры, она искажается от сжатия. Конечно же, никто не говорит о том, что в атмосфере Венеры присутствуют какие-то формы жизни. Речь лишь о том, что этот газ-фосфин обнаружен, но самое любопытное это то, что этот газ обнаружен в очень большом объеме. Я так давно в настолки не играла. Вик, да я вообще уже сколько лет не играл, но это классная игруха. Мы уже вторые выходные, с Ильей рубимся. О, Илья, привет! Привет, ребята! Я просто долго вас уже жду, хочу играть, ребят. Слушай, ну я готова, а как играть? Так, сейчас ты во всем разберешься, не переживай. Сейчас я похожу как первый. Вам нужно решить проблему перемещения в межзвездном пространстве. Ваша жизнь коротка, а путь долг. Какую-то технологию, наверное, применить. Я думаю, что какие-то порталы я вряд ли открою, да, для этого надо, чтобы они там были уже. Я думаю, что меня спасет технология анабиоза. Недавно я читал новость о том, что уже в наше время есть тенденции к созданию подобной технологии. Уже над млекопитающими проводят опыты, вводя специальный физраствор, который ниже их температуры тела, на нескольких десятков градусов, который помогает их клеткам замедлить активность. Так, и есть результаты уже какие-то? Да, даже на людях такую штуку применяли. Да, доставили одного раненого человека с большой кровопотери в больницу. И врачам необходимо было оперативно как-то его оперировать. Но дело в том, что очень мало времени. И они охладили его, охладили, по-моему, до 17 градусов, если не изменяю память. И тем самым мы смогли провести многочасовую операцию. А что было с ним потом? Потом он выжил и вернулся к нормальной жизни. Представляешь себе? А иначе бы в его мозге при нормальной температуре пошли необратимые процессы. То есть получается, что реально можно замедлить жизнедеятельность, и какое-то время может организм находиться. Да, это уже открыто в наше время. Я думаю, что в 2035 году такое можно. Поэтому, мастер, я бросаю кубик на технологию анабиоза, как решение моей проблемы. Вам удалось вести себя в состоянии анабиозного сна. Переместите фишку в созвездие Южной Рыбы. Это вот эта вот клеточка. Хорошо. Так, все, моя очередь. Моя очередь. Тяну карту. Вы уже готовы отправляться в путь, но вам не хватает денег для того, чтобы заправить корабль и купить провизию. Спасибо. Координаты есть, ехать не получается. Ну, ладно. Значит, я денег заработаю. Опять кого-то ограбишь, авантюришь. Очень интересно. Я не ограбил, я выиграл. Минуточку. Я заработаю вот на чем. В то время в космонете, уже не интернет, уже космонет, будет огромное количество коммерческих заказов на изучение экзопланет. Почему? Потому что даже сейчас, в 2020 году, например, у нас недавно в России выделили грант 300 миллионов рублей, по 100 миллионов рублей в год на изучение экзопланет. Наверняка будет открыто еще огромное количество планет, а к тому времени еще больше. И изучение экзопланет будет уже коммерческие такие заказы хорошие. 300 миллионов это не очень мало, как для экзопланет? Это только у нас, а еще в другие страны тоже изучают. Поэтому я бросаю кубик, надеюсь, что мне выпадет хороший контракт, и я смогу заправиться и полететь. Вы успешно находите для себя контракт, но не исследовательский, а на вывоз мусора на Плутон. Перемещай, перемещай. Вообще мы грант давали. Успех так успех. Мусор возить на Плутон. Слушай, на Плутон так-то даже не планета. Ну, зато деньги реальные. Так, ну, теперь твоя очередь, Вика. Ну что, мне повезет? А твои белые. Сегодня впервые за много лет вам приснился отец. Он настоятельно просил убраться на его письменном столе. Интересно. Так. А там же говорилось, что тебе там, ты уже тысячу раз все переискал. А, типа, стол снился? Возможно, мне нужно найти то, что скользнуло от моего взора. Какую-то микроскопическую вещь. Микроскопическую? Да. Знаешь, я на днях читала новость, что китайские физики смогли воссоздать из наностолбиков картину голландского художника Яна Бермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Эта, которая такая, в полупрофиль, да, сидит? Угу, с пронисательным взглядом. Воссоздали. То есть она очень маленькая, что ли, наностолбик? Она нано-маленькая. То есть размер картины там буквально 2 мм. Прикольно. Ну да, 2 мм – это вот какая-то соринка на столе. Капелька. Черт, не. Будешь искать. Ну, какой вариант. Я думаю, что, бросая кубики, мастер, я хочу найти микроскопическую подсказку на рабочем столе своего отца. Присмотревшись на поверхности стола, вы замечаете едва заметную, похожую на каплю чернил, вашу фотографию. После прикосновения к ней стена за вами начинает двигаться, обнажая потайной ход. Так, смотри, все, ты слышала мастера, теперь все, вот ближайший к тебе секретный объект, вот твоя клеточка. Надо брать карточку. Опа! Находясь в непривычных для себя условиях, вы чувствуете жжение в груди, отдышку, головную боль и слабость. Слушайте, жжение в груди, слабость, головная боль. Мне кажется, это чистый воды, инфаркт, если я правильно все помню. Да, некоторые уже на секретном объекте. С сердцем. А я с сердцем болтаю где-то в космосе. Да, слушай, тут методы первой медицинской помощи тебе, конечно, не помогут. Но я думаю, что я на хорошем звездном корабле, там по-любому должен быть медицинский модуль, какая-нибудь медицинская капсула. Я знаю, что ребята из США, из медицинского института Говарда Хьюза, они сделали подробную карту атлас сердечных клеток, около полумиллиона клеток. Это как небесный атлас, только сердечный. Да, как звездный путь. Как картирование мозга. Они каждую леточку придали ей свой почтовый индекс, и можно точно их дифференцировать от больных, от здоровых, и точно направлять в свое лечение. Я думаю, что подобную технологию можно применить на самом деле. Она в этой мире есть. Может, даже как-то автоматизировать, может, можно будет. В общем, мастер, я бросаю свой кубик на то, чтобы вылечить свое сердце с помощью медицинской капсулы и атласа сердечных клеток. Медицинская капсула успешно приходит вам на помощь. Но оставленный вами автопилот не справляется с траекторией посадки. Вы рухнули в болото. Да, перемещаюсь на болото, получается. Но, слушай, зато сердечко-то работает. Да, автопилот не лучший, но... Плюс, приземлился, по крайней мере, и... И уже на планете. Не то, что кто-то из нас не на планете до сих пор. Кто-то на мусорке. Твоя очередь. Окей. Так, мой ход. Да. Хорошо. Вас остановил галактический патруль. Ваша виза на пребывание в данном секторе оказалась просроченной. Вам грозит арест. Не, я думаю, что существуют реальные какие-то... То есть можно дать объяснение, которое там будет либо смягчающим обстоятельством, либо меня простят, либо что-то такое. Я думаю, что раз это все уже такое сильно вышло в космос, то поиски жизни в космосе еще дальше и дальше зайдут. Будет много результатов. Вот недавно вышла новость, что... Точнее сказать, анонс новости. Российские ученые провели исследование очень глубокие. Метеорита Аргей, который нашли во Франции много-много лет назад. Ну, это точно метеорит, и он точно очень старый. Он существовал, еще летал там где-то, где-то, еще земли не было. Ничего себе. Потом сформировалась земля, потом он прилетел, упал на землю, вот теперь его нашли, и российские ученые его там изучали, изучали, рассматривали, рассматривали, и нашли в нем окаменелые остатки древних микроорганизмов. Они древнее не только там нас, вообще древнее земли. Ничего себе. Это прикольно. Это вообще открытие, я бы сказал, ну, такое... И что, ты думаешь, что они поинтересуют такие же, как галактические поиски? У меня будет, значит, объяснение, что я заметил метеорит, который похож на метеорит, на котором могут быть остатки, следы из древней жизни, и я за ним погнался, и случайно не в тот сектор заехал. Я вижу хитрый блеск в твоих глазах. Это наука. Все ради науки. И, ну, поймали, поймали, и я вот как бы даю объяснение, что была как бы такая мощная научная необходимость, и вот прошу меня простить. Соответственно, я оставлю, что у меня есть смягчающие научные обстоятельства, что я вот там гнался за каким-то научным артефактом. Посмотрим. Давай пробуем. Вам удалось избежать ареста, но галактический патруль настоял о депортации вас из данного сектора в облако Оорта, сославшись на то, что там объектов для вашего изучения гораздо больше. Перемещайся. Горе, горе туман. Облако Оорта. Вам много ветеоритов, да? Одувальчик на ветру, да? Летаешь по космосу вокруг планет. Вы находите дневник отца. Однако он зашифрован. Вы понимаете, чтобы расшифровать его самой, вам потребуются годы. Все известные мне способы расшифровки информации, они сюда не подходят. Тем более в будущем, в одиночку, тебе не нужно что-то делать. Мне нужно что-то очень-очень мощное, очень сильное. Квантовые компьютеры. Ну, реально. Квантовые компьютеры. Особенно для таких задач. Я как раз таки читала, что ученые из университета Копенгагена совместно с компанией Microsoft, они изобрели, короче говоря, сверхпроводник устойчивый. Квантовые информации, она находится в кубитах, в носителях. И эти носители, они постоянно подвергаются воздействию электромагнитного поля, различных шумов. И, короче говоря, эти ученые, они совместили различные сплавы, в том числе сверхпроводимый алюминий и различные сульфиды Европе. Да, и очень классные материалы. И в итоге они получили... Круто, лимбовую ложку и кучу неизвестных элементов. Да, они совмещают прошлое и будущее, получают, в общем, суперустойчивые носители квантовой информации. У Русалова снова большое будущее. Да, и я думаю, что я поставлю на квантовый компьютер. У меня есть друг. Я попробую. Попытка не пытка. Ну, в общем, довольно логично. Давай попробуем. Ну что? Понеслась. Вы успешно расшифровываете отцовский дневник и узнаете координаты второй лаборатории. Переместите фишку на секретный объект рядом с клеткой пригорода. Окей. Ну, смотри, получается, ты перемещаешься рядом с пригородом, это вот секретный объект ближайший. Не то, что ты там на затворке. Я... Моя очередь. Хорошо, что квадратики... Вот, если бы были еще квадратики, я бы, наверное, был бы еще на самых последних. Это ты практически автоступом по галактике. Так, получается, моя следующая. При транспортировке научного оборудования один из тросов предательски порвался. Вам повезло, вы остались живы, но одну руку безнадежно зажало. Да. Ну, я думаю, что надо избавляться от зажатой конечности. Конечно. Ну, да, ты уже где-то рядом, но... Вот. Я думаю, что... Ну, а что делать? Видишь, я же там не буду ни конеком помочь, набалывать, тем более. Так, я... Ручка-то новая не вырастет? Могла бы вырасти. Кстати, есть новость из университета Нью-Йорка. Они еще в 2013 году начали исследование стволовых клеток у основания ногтя, благодаря которым мышки и даже маленькие дети человека могут отращивать кончики потерянных пальчиков на уровне детства, если остался кусочек ногтя. Вот. Данное исследование, оно говорит о том, что, в принципе, наши определенные участки могут регенерировать, как регенерировать, например, ящерицы там или рыбы. Вот. Но при этом, еще только в начальном этапе, я думаю, что я способностей к регенерации не обладаю явно. Но! Я же могу найти в корабле, в медотсеке, какую-нибудь хваталку себе. Ну, протез. Тем более, вторая новость хорошая, которую я прочитал буквально совсем недавно, это о том, что ребята из университета Тойоты, то есть самое, которое делает машины, а еще делают машины, которые шьют. Они роботы делают. Роботов делают и швейные машинки тоже делают. И швейные машинки Тойота. Есть анекдот, что... Ты шьешь? Девушка попросила себе на Новый год. На Новый год машину Тойота, ей подарили швейную машинку. Вот. Они разработали технологию с эластичной мембраной и с датчиками давления внутри, которая помогает хрупкие предметы осизать. Довольно показательное видео. Сложно критиковать инженеров Тойоты, но если мы внимательно посмотрим на их изобретение, вернее, на попытку создать некий прототип, то мы заметим две странные вещи. Оно очень громоздкое изобретение. Вот эти две лапы, которые поднимают бокал из тонкого стекла, очень толстые по конструкции. Это момент критики. Внутри находятся точечки, по искажению поверхности с которыми камера, стоящая внутри этой лапы, определяет степень сжатия. Очень громоздкая, но очень крутая и классная конструкция. На близкое по аналогии принцип используется в кино. Это так называемый захват движения. Когда, если видели, актеры рисуют точечки на лице, на руках, а потом камера снимает это, и специальная программа высчитывает траекторию движения этой точки и назначает уже, например, какому-то трехмерному персонажу эту траекторию. Вот здесь работает тот же принцип. Представляете себе, насколько это громоздкая клешня, внутри которой установлена поверхность с точками камеры, она искажается от сжатия. И лишь только таким образом инженеры Toyota определяют то, насколько сильно или не сильно сжат тот или иной предмет. Посмотрите на человеческую руку. Какая она простая, достаточно тонкая, узкая. Она тоже использует очень простые движения для сильных сжатий. Это тоже две поверхности. И при этом, насколько нам мало нужно информации для того, чтобы определить, сильно мы сжимаем что-то или не сильно. И вообще, насколько нам много нужны силы. Потому что, например, человек и робот впоследствии, для того, чтобы совершить какое-то большее усилие, может просто взять инструмент, какой-нибудь рычажный инструмент, плоскогубцы, клещи. Да, совсем не обязательно делать универсальную руку, которая может быть и мягкой, и жесткой одновременно. Нам нужно просто дать возможность роботу взять инструмент. Сколько нужно вот этих вот сенсоров, тактильных, я не знаю. На мой взгляд, гораздо лучше использовать так называемые торсионные или пензионные датчики, которые дадут точно такую же информацию. А человеку нужно совсем немного. Вот смотрите, простой эксперимент. Вот есть рука, есть два пальца. Вот если мы вот так вот проведем этими двумя пальцами по ладони, одним пальцем, вторым пальцем и двумя пальцами, мы поймем, что у нас на самом деле здесь не такое большое количество сенсоров. Условно говоря, их два. Как это доказать? Закройте глаза и вот так вот поводите пальцами. Одним и вторым. Вы будете точно знать, каким именно пальцем вы водите по ладони. Но если вы их пересечете вот так вот, попробуете тоже поводить по ладони, то даже с незакрытыми глазами вы запутаетесь в собственных пальцах. То есть здесь, условно говоря, находится там очень небольшое количество сенсоров, которые позволяют регулировать давление. Поэтому я желаю инженерам Toyota работать лучше и придумать что-то может быть более интересное или более простое, или более соразмерное. А так идея шикарная. Для манипулятора, да? Манипулятор разрезает в трубки и предметы. Тем самым, грубо говоря, не разбивая их так, то есть аккуратно. Это очень крутая новость, потому что протезы-то уже мы давно видим. Роботизированные. Дома чуть ли не на 3D принтере. Люди себе печатают. Но проблема в том, что нет обратной связи. Дорогой мастер, я кастую себе такую вещь, как чувствительный, осязательный протез Toyota. Вы успешно восполнили отсутствующую конечность современным протезом. Однако, для привыкания к новой части вашего тела вам необходимо время. Поэтому следующий ход вы пропускаете. Ну, в общем, неплохо ты отделался, по крайней мере. Неплохо отделался, но я буду восстанавливаться еще. Ты тренируй протез. Разрабатывай. Главное не порезаться. Моя очередь. Ну, я надеюсь, я как-то придвинусь поближе все-таки к цели. Пойдетишь. Мечтая о успехе и славе, вы задремали. А когда проснулись, поймали себя на мысли, что не понимаете, где вы находитесь. Вы заблудились. Вокруг вы не видите ни одного знакомого вам ориентира. Мало того, что на край вселенной меня отправил, я еще и потерялся в облаке Оворта. Я предлагаю тебе выбрать один астероид и, короче, там, где будет мох расти, это будет с северной стороны. Север вселенной или север галактики? Хороший. Я боюсь, мне мастер пошутит вообще жестко на такой вариант. Я попробую все-таки использовать науку. У меня для этого есть основания. Я думаю, что к тому времени будут очень мощнейшие средства всматриваться во вселенную, детально рассматривать. И, соответственно, я смогу рассмотреть, где какие объекты, там, вселенные, звезды и сориентироваться, где я нахожусь. Как на полярной звезде, тебе надо выбрать один объект. Ну, в общем, что-то похожее, да, как с давних времен. Моряки ходили по морям, была карта звездного неба, они привязывались и понимали, где они находятся. Вот то же самое в космосе, но мне нужны какие-то очень мощные приборы, чтобы наблюдать окружающее пространство. Вот я думаю, что к тому времени такие приборы будут, потому что уже сейчас недавно прошла новость, мне она очень приглянулась, что испытали самую гигантскую на сегодняшний день матрицу приема изображения. Вот у тебя сколько в телефоне мегапикселей? Камера? Камера. Слушай, ну, наверное, 12. 12 мегапикселей. Ну, что такое, да. А здесь 3200 мегапикселей. Какие детальные селфоны? То есть, чтобы, да, если показать фотку на телевизорах 4К, их нужно несколько сотен составить, и тогда можно увидеть снятую фотку на эту матрицу. Вот. Это матрица для телескопа, который строится в Чили. Ее строит Национальная ускорительная лаборатория Министерства энергетики США. Угу. Вот. И она позволит получить детальнейшие снимки звездного неба. То есть она, получается, из-за большой матрицы она сверхсветочувствительная? Сверхдетальная. Она, во-первых, сверхдетальная, плюс чувствительность этой матрицы. Вот если глаз смотрит, ну, глаз говорит, ну, это черная, а она в 100 миллионов раз чувствительнее глаза. То есть там, где глаз видит темноту, она увидит там галактики, звезды, созвездия, чего только она там не увидит. Вот. И планирует вообще дополнить очень мощно атлас звездного неба объектами, добавить порядка 20 миллиардов галактик. Ну, а по предположениям во всей Вселенной где-то 200 миллиардов галактик. Одну десятую часть Вселенной, видимо, ее сможем закартировать с помощью этой штуки. Я думаю, она мне поможет. И я бросаю кости на то, что я рассмотрю окружающее пространство и сориентируюсь, используя мощный телескоп у себя на борту с крутой матрицей. Итак, в кромешной тьме вам удается увидеть звезду Фомальгаут. Вы с радостью направляете свой звездолет к ней. Перемещайся сюда. Ну, хотя бы, хотя бы так. Поближе ко мне хотя бы. По крайней мере, какая-то определенность. Ты не.